Дурки попросили Рыбакина снять для них рекламу. Ну где у них мозги? Всё, всё, снимаем. Я, наверное, слазу. Мне заплатили денег, дали этот паршивый Hyundai и не менее паршивую пачку Rollton'а. И попросили упомянуть два этих продукта в своей передаче. Условия договора я выполнил. Теперь можно перейти к полноценному тест-драйву от Рыбакина. Кстати, не вздумайте есть эту дрянь, да и Hyundai Solaris очень говённая тачка. Хотя бы потому, что он стоит почти что 800 тысяч рублей. А это охренеть, как много для такой тачки. Ведь за эти деньги вы не получаете, ну вообще ничего не получаете. Просто какой-то кусок говна на колёсах, ну да, с кондиционером. Крутяк. Сегодня в гостях моей программы Борис Клюев, народный артист России. Добрый день, добрый день, Борис. Очень рад вас видеть. Взаимно. Как дела, как добрались? Хорошо, слава богу. Москву знаю, люблю, пробки не помешают. Понятно. Борис, а вы когда-нибудь смотрели мою передачу «Рыбакин рулит»? Да, смотрел, она мне очень понравилась. Спасибо, спасибо, очень приятно. Ну, естественно, я смотрел тоже все фильмы, в которых вы снимались. И особенно тащусь по сериалу «Воронины». Передача скучная, про автомобили, вот приходится про такую хрень разговаривать. Можете даже, если хотите, ее вот так ногой там пнуть, там все, что угодно хотите. Вам сегодня можно все. Борис, а какая у вас личная машина? У меня две. Две? Оба Мерседеса, да. Да, джип «Джелка» и «Ешка 200-я». Понятно. А в «Джелке» сколько лошадей? Там 320. 320? Борис клювый отжигает на Мерседесе. Ездили когда-нибудь на таком автомобиле? Нет, на таком нет. Правильно, правильно. На таком говне лучше даже и не ездить. Но сегодня все-таки нам придется на нем проехаться. Ну что, прокатимся? То есть речка нам надо направо. Нет, а мы, я думаю, что мы здесь разговариваемся сейчас. Самое главное, что «Воронина» еще будет сниматься. Да, будет сниматься. Это, так сказать, народный сериал. Рейтинг очень высокий. И я знаю, что еще 67 будет. Сейчас мой агент мне позвонил и сказал, что это уже будет. Все, 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 все. Мне нравится, как вы ездите. Девушку сейчас мы собьем. И мы будем. Борис, в моей передаче можно абсолютно все. Я понимаю, но надо все это сделать красиво. Ну что, Борис, давайте теперь я вас прокачую. Вроде все у вас очень хорошо получается. Вы готовы? Да. Просто такая слабенькая машинка. Нужно дать чуть-чуть больше газу, чем обычно. И бросить вот так сцепление. Осторожно. А мы ничего не нарушаем. Ну да, мы не пристегнуты. Конечно. Я пьяный. Да. Так ничего особо не нарушаем. Мы не уезжаем на право сейчас. На право мы. Ну да, ты, б***ь. Ой. Нет, ты сумасшедший. Это точно. Не в моем возрасте ты вот этим мальчистом заниматься. Да нет, нет. Для этого существуют пескадеры у нас в кино. Вот они все делают. Да это просто. Давайте я вас научу. Это очень просто все. Нет, нет. Я даже не хочу. Давайте поспорим, что я вас научу. Давайте даже так. Вот давай. Поспорим, Андрей, что ты меня этому научишь. Окей. Все, спорим. Окей, договорились. Договорились. На желание. Вот примерно так же нам надо делать. Фу, б***ь. Создание. Так, ну все, мы поспорили. Борис, присаживайтесь. Сейчас я буду говорить, что делать. Следуем инструкциям Рыбакина. И все должно получиться. Так, дверь не будем закрывать. Выжимаете сцепление. Сцепление это самая левая педаль. Сцепление, самая левая педаль. Все, уже запущена машина. Первая передача. Первая это? Проверю. Да, это первая передача. Газ, прям педаль утапливаем в пол. Утапливаем. Не, прям в пол, прям вот, чтобы она до пола. И бросаем сцепление. Давайте. Во, все. Все нормально. Токийский дрифт с Борисом Клюевым. Как у вас дела, Борис? Нормально, но попахивает. Попахивает? Это нормально. Ну все, Борис, я выиграл спор. Пора загадывать желание. Нет, секундочку. А давайте посмотрим запись. Что? Ну давай, поспорим. Андреич, ты меня этому научишь. Окей, все, спорим. Договорились. Блин, и правда я проиграл. Ладно, готов выслушать желание. Борис, я все сделаю, я все понял. Да. До свидания. Всего доброго, рад. До свидания, Борис. Спасибо. Вас подбросить? Нет. Видимо, опять из-за своей невнимательности мне придется страдать. Блин, ну взрослый же человек, а придумал какую-то фигню. Теперь я до конца программы должен сидеть весь в муке и рассказывать про автомобиль. Простите, а в сторону Савелу правильно я еду? Я генерал муки. Девушка, добрый день. А можно с вами познакомиться? Ты куда? Не то, что ты подумал, это не дебил в муке. Итак, внешний вид отвратительный. Как у Собчак, которая только что переспала с Тимоти. Отвратительная машина на говно похожа. Дорого стоит и ни хрена не едет. Ладно, всем пока. С вами был Андрей Рыбакин. Еще увидимся. Вы когда-нибудь смотрели мою передачу «Рыбакин рулит»? Нет, не смотрел. Блин, надо было сказать «да, смотрел». Да, смотрел. Рыба в кляре. Внимание, дрифт в муке. Привет Егорьевку. И можно сказать, Егорьевск отстой. Егорьевск не отстой. Когда такие люди там живут, вырастили таких людей. Слово не врезается, так что вы сами знаете. Ваша свободна? Да. Как у вас дела? Замечательно. А слышали про такую передачу «Рыбакин рулит»? Нет. Как это не слышали? Нет, давайте для дубля я скажу. А слышали про такую передачу «Рыбакин рулит»? Скажете «Да, конечно». Хорошо, скажете? Нет. Девушки, а слышали про такую передачу «Рыбакин рулит»? Да, конечно. Приятно, приятно. Ой, извините, ради бога. Ой, на вас попал, дайте я вас отвлекаю. Очень добрый. Смотрите каждую пятницу вечером передачу «Рыбакин рулит». «Рыбакин рулит». Ееееееее! «Рыбакин рулит». Рыбакин рулит.